Здравствуйте! Как всегда, в это время выходим на дистанцию. Все самое интересное в Вологодском спорте в нашем еженедельном обзоре. Сегодня в программе. Серия поражений Северстали достигла 7 матчей. Мы не полную игру играем. Игра длится 60 минут. И надо все на 60 минут выйти и все 60 минут играть. Алмаз дважды обыграл финалиста Кубка Харламова. Подготовили нам баскаты, пару тактик, и вот получилось. Футбольный клуб «Череповец» досрочно выиграл медали Чемпионата России. Ну, это дополнительный фактор, который помогает. Заокеанское усиление Вологды Чувакаты. Футбольный клуб «Череповец» досрочно обеспечил себе медали Чемпионата России в третьем дивизионе. Последний тур должен дать ответ, какого именно достоинства награды будут. «Череповец» уже обеспечил себе медали Чемпионата России. Однако это не мешает настраиваться на оставшиеся матчи, так как в прошлом сезоне были бронзовые награды, а сейчас есть отличный шанс подняться на ступеньку выше. Ну, это дополнительный фактор, который помогает настраиваться на игры. Но у нас задача сделать шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Мы были третьим, и сейчас есть хороший шанс занять второе место. Очередным соперником «Череповчан» стала команда «Волга-М» из Твери, которая всегда отличалась своей неуступчивостью. Но на этот раз хозяева поля здорово провели дебют встречи. Уже на десятой минуте защитник Михаил Ершов открыл счет. Хорошо, что удалось забить быстрые голы. Это, конечно, облегчило задачу. Если бы не забили так быстро, может, было бы сложнее. Еще в первом тайме «Череповчане» фактически предопределили исход игры, забив еще три мяча в ворота соперника. Точными ударами отметились Антон Балашов, Артур Малыгин и Григорий Колесник. Во втором тайме «Череповчане» ослабили давление на ворота соперника, но смогли забить еще дважды. Сначала цель поразил Максим Мишалкин, а затем свой второй мяч в игре забил лучший бомбардир чемпионата Антон Балашов. У Тверчан тоже был шанс отличиться, но голкибер «Череповца» Андрей Пыркин отразил удар с 11-метровой отметки. В итоге 6-0 в пользу «Череповчан» и до финиша всего один тур. Силы-то еще остались, но морально уже подустали. Обидно, что мы отдали первое место, не смогли побороться с Муром. Ну а так, в принципе, хороший сезон. «Череповец» занимает второе место в турнирной таблице, а досрочно чемпионом стал Муром из Владимирской области. Через неделю «Череповчане» сыграют последний матч в сезоне против Вологодской с Дюшор на стадионе «Металлург». Северянка заняла второе место на первом предсезонном турнире. В Челябинске череповчанки уступили только хозяйкам зала. В двух первых матчах Северянка уверенно обыграла своих соперниц. Сначала была повеждена хорошо знакомая Уфимочка со счетом 3-1. Затем состоялась первая в истории клуба встреча с командой из Казахстана. Астана была повержена в трех партиях. В поединке за первое место на турнире в Челябинске сошлись местный Метар и Северянка. Две первых партии остались за Челябинками. Однако в третьем сете Северянки захватили лидерство с самого начала, но затем Челябинки опасно приблизились в счете на разницу в один мяч. Прежних ошибок череповчанки не допустили и переиграли соперниц в концовке подачи и атакой первым темпом. Четвертая партия выдалась на заглядение. Попеременно лидировали обе команды, однако в концовке удача вновь улыбнулась волейболисткам Метара. Они лучше атаковали и это принесло свои плоды. 26-24 и 3-1 в матче. Метар выиграл домашний турнир. Северянка вторая, Уфимочка третья. Молодежная хоккейная команда «Алмаз» дважды обыграла финалиста Кубка Харламова последних сезонов МХЛ. Череповчане уверенно превзошли на своем льду «Чайку» из Нижнего Новгорода. В первой встрече подопечные Евгения Ставровского оказались сильнее со счетом 3-1. При этом единственный свой гол гости смогли забить только за минуту до финальной сирены. У череповчан в этой встрече точными бросками отметились Леонов, Колесников и Лощенко. Подготовили нам раскаты, пару тактик и вот получилось. Как бы реализовали свои моменты и в обороне строго отыграли больше двух периодов. Повторный поединок с «Чайкой» череповчане и вовсе выиграли в сухую, не позволив сопернику ни разу поразить свои ворота. А сами снова были точны трижды. Авторами голов стали Лощенко, Шляхтин и Лапин. Итог матча 3-0. Таким образом в четырех первых домашних матчах сезона «Алмаз» набрал 9 очков. Лучшим в составе череповчан в этих играх был Никита Лощенко. На его счету уже 4 заброшенные шайбы. Не, ну что, моменты были, получилось реализовать. Все, не знаю за счет чего. Ну, летом поработал нормально. С вышкой на сборы съездили. Хорошие сборы были. Ну, это все. 9 из 12. Я считаю, это неплохой результат. При том, что принимали очень хороших соперников. Я думаю, что мы задачу выполнены на домашней серии. В следующий раз череповецкие болельщики не скоро увидят свою команду вживую. «Алмазу» предстоит недельный выезд. Первый соперник – подмосковные «Атланты». Затем череповчане отправятся в Санкт-Петербург в гости к «Динамо». Хоккеисты «Северстали» никак не могут выбраться из черной полосы неудач. Команда потерпела уже 7 поражений подряд. Два последних – от армейских команд Москвы и Санкт-Петербурга. «Северстали» в очередном матче чемпионата КХЛ в Москве встречалась с ЦСКА. В первом периоде шел обмен заброшенными шайбами. Армейцы открыли счет уже на четвертой минуте. Однако вскоре первое звено «Северстали» удачно сыграло в большинстве. Павла Чернова вывели на пустые ворота, и он сравнил результат. Через две минуты в быстрой контратаке пас Виталия Ситникова замкнул Игорь Скороходов. Удержать свое минимальное преимущество до перерыва череповчане не смогли, пропустив шайбу за 35 секунд до сирены. Второй период оказался полностью за армейцами, которые образцово действовали в большинстве. После двух пропущенных шайб на скамейку с запасных отправился вратарь «Северстали» Якуб Коварш. Сменивший его Роман Смирягин также пропустил, когда череповчане были в очередной раз в меньшинстве. 5-2 по истечении двух периодов. У нас проблема такая, я считаю, что мы не полную игру играем. Игра длится 60 минут, и надо всегда на 60 минут выйти и все 60 минут играть, как бы игра ни складывалась. Мы сыграли первый, третий период неплохо, второй период провалили. Отсюда результат. В третьем периоде армейцы спокойно довели игру до победы, уже не прилагая максимальных усилий. Счет больше не менялся. 2-5. «Северсталь» потерпела шестое поражение подряд. Во втором периоде нас, конечно, подвели удаление, череда удалений. То есть, второй командой, как ЦСКА, это Челевата, что, в принципе, произошло. В третьем периоде, я думаю, ЦСКА сыграл по счету, но у нас сегодня практически ничего не получилось в атаке. Черная серия «Северсталик» в чемпионате КХЛ продолжается. В Санкт-Петербурге СКА, даже лишенный нескольких лидеров команды, уехавших со сборной России на Кубок Мира, уверенно разобрался с Череповецким Кубом. Отметим, что место в воротах «Северсталик» впервые в этом сезоне с первых минут встречи занял Роман Смирягин. Счет в первом периоде открыл Илья Ковальчук, который первым успел на добивание. Затем защитник рукавишников увеличил перевес армейцев, завершив красивую комбинацию питерцев. Во втором периоде в третий раз огорчил череповчан лучший снайпер СКА Барабанов. Случилось это при отложенном штрафе череповецкой команды. В заключительной третий матча защитник Вячеслав Войнов в численном большинстве дальним броском сделал счет окончательным. 4-0. Конечно, нужно рассказать о том, что первый период, конечно, был ужасный. Я бы не сказал, что там очевидная грубость была, но, в общем, вот такие случайности. И мы создали для себя определенные трудности. Играет два раза, три в пять. И начиная с этого, в общем-то, это слишком тяжело для любой команды. К сожалению, реализация очередной раз у нас нулевая. А с нулем, как вы знаете, матчи не выигрываются. Но отдельно хочу сказать, что у нас сегодня опять выпало определенное количество игроков. В частности, первое звено, то есть, так скажем, звено лидер, оно просто сегодня присутствовало на матче. Так что, когда, соответственно, вылетают игроки, то баланс теряется. Но, тем не менее, все расскажу, порадовался, что команда работала до конца. И готовимся к следующему матчу. Северсталь опустилась на 13-е место в турнирной таблице с западной конференцией. И впереди еще три матча в гостях. Баскетболистки Вологды Чевокаты пока еще готовятся к старту сезона. В команде много новичков. Одна из них прилетела из-за океана. Подробнее о новой американке в составе Пчелок расскажут наши вологодские коллеги. Новый сезон, новый состав, новые игроки. Вологодская Чевоката готовится к сезону. И в перерыве мы взяли одного из игроков, прям вырвали с тренировочного процесса, чтобы пообщаться с нами и с вами, дорогие телезрители. У нас в гостях Эмма Кеннон. Сейчас с ней поговорим. Ну что ж, Эмма, здравствуй. Давай начнем с того, как вообще, откуда ты и как начала заниматься баскетболом. Меня зовут Эмма Кеннон. Я из Ротчестера, штат Нью-Йорк. Я начала заниматься баскетболом в 12 лет и с тех пор никак не могу остановиться. У меня все в семье занимаются баскетболом. Мой папа и дядя играли в него. Кстати, в детстве он мне не особо нравился, но потом я начала втягиваться. Папа стал меня тренировать и я полюбила баскетбол. Кто за клуб стал твоей первой командой? Свой первый матч в профессиональном баскетболе я сыграла в Германии за Астенбург. Ну а вообще все началось со школы. Затем я играла за университет во Флориде. Там на меня вышел агент, который мне посоветовал отправиться в Германию и поиграть там. Пока я играла в Германии, с агентом связалась австралийская команда. Он посоветовал мне отправиться туда. Поиграв там лето, я перебралась в Израиль. И вот сейчас я приехала в Россию. Вообще я очень доверяю своему агенту и всегда стараюсь делать то, что он мне говорит. К слову, я довольна тем, что получается. Если сравнивать Германию, Израиль и Австралию, где сложнее было для тебя лично и какой чемпионат сильнее? Наверное, всех легче мне было в Германии. У нас была очень хорошая команда и мы легко обыгрывали соперников. Мы год из года становились чемпионами. В Израиле чемпионат был немного сложнее. Нам чуть-чуть не хватало до медалей. Мы заняли четвертое место. Я хочу прогрессировать и надеюсь, что российский чемпионат будет куда сложнее всех предыдущих. Что ты знала о нашей команде, когда сюда переходила? Что ты знала о Чувакате непосредственно? Про Клоп, к сожалению, ничего не знала. Да и про Россию я мало что знаю. Знаю только, что российский чемпионат очень сложный и круто, если ты хоть раз в жизни в нем сыграешь. Расскажи непосредственно о степени подготовки, как ты работаешь на тренировках. Вы знаете, я вообще не люблю лениться. Сейчас у нас две тренировки в день, и я поняла, что всегда после них у меня есть возможность сходить в тренажерный зал или пойти побросать. Какие задачи ставишь на этот сезон лично для себя и командные в том числе? Безусловно, очень хочется выиграть с команды чемпионат, стать лучшей в чемпионате по подборам. Второй и третий тоже, конечно, неплохо, но лучше первый. А так на каждый сезон я ставлю перед собой цель становиться чуточку лучше. Вы, посмотрев на резку, можно сказать, что ты королева подборов, была в Израиле. Как тебе это удается поделиться каким-то секретом? Нет, это мой секрет. Рассказать его вам я, к сожалению, не смогу. Уже первые тренировки с командой позади. Как впечатления? Мне нравится команда, девчонки все профессионалы. Трудно пока, правда, найти общий язык, мало кто знает английский, но я думаю, со временем понимание придет. А так меня здесь все устраивает, у нас превосходная команда. Хорошо, баскетбол – это круто, но чем помимо него занимаешься в жизни? Вообще какие-то есть увлечения? Может, там книжку в свободное время читаешь? О да, я коллекционирую кроссовки. Возможно, я даже схожу по ним с ума. Если посчитать, то, наверное, у меня более сотни по обуви. Ну и, конечно, всех болельщиков наверняка будет интересовать твоя прическа. Они уже обратили на нее внимание. Расскажи, как ты вообще ее делала и сколько времени ушло на эти дреды? Эти дреды я растила пять лет. Я ими очень дорожу и забочусь о них. Можно даже сказать, что это часть меня. Еще один вопрос, который не могу не задать – татуировки. Что это для тебя и что они значат? О своих тату я могу долго рассказывать. На моем теле их 15. Самая главная татуировка – это имя моей мамы, написанное на правой руке. Мама – это моя правая рука, моя поддержка и опора. Поэтому ее имя на самом видном месте. Она всегда будет со мной. Есть именно братьев, есть слова «респект», также «лояльность». Это не просто слова, они все что-то для меня значат. Нам остается пожелать тебе удачи в этом сезоне. Ну а мы со зрителями отправляемся дальше по спортивным новостям Малогочина. Спасибо. Спасибо. Это все о спорте на сегодня. Снова выйдем на старт дистанции через неделю в это же время. До встречи. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин